Редко так бывает, но походу у Пневмаслона на альбоме появился хит. Потому что обычно, когда мы слушаем какую-то новинку, я вас спрашиваю, какой трек из нового альбома, какого-то артиста вы хотите. И там обычно 3-4 варианта есть. Деминирующие, голосовалки делаем, вот это все. Вот сейчас единогласно Пневмаслон. Что ни день, то поебень песня называется. Практически другие варианты в чате не звучали. Видимо, что-то прям хорошо. Я обожаю Пневмаслона. Я считаю, что это классный проект. Он классно сделан с бизнесовой точки зрения. То есть то, как Олег это все выкрутил, то, какую нишу занял, это прям очень круто. Но это еще и просто очень классный материал. Я с кайфом многие песни сам слушаю. Я бы вот с удовольствием на концерт бы сходил. Опять же, Аська, бэк-вокалистка группы Пневмаслона, очень крутая девчонка. Читаю ее, подписываю на нее, прям слежу. Короче, группа кайфовая, невероятно. Проект крутой, я слежу за ними с момента релиза Машем Хуями в алкогольной яме. Вот самый, вот как проект появился, я за ними слежу. Новый альбом, два дня назад. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такой прям скопанк, скопанк, хайфовый. Блин! Че меня смущает? А! Меня смущает то, что вокала мало. Группа Пневмаслон играет в выдуманном им самими жанре хайпкор. По факту, это народные песни. Не в историческом значении, а абсолютно прям вот в песне для народа. И поэтому в них обычно супер доминирующую позицию занимает голос, потому что народ че любит? Когда слышно текст. Когда удобно расслышать, че там поет солист. Слово солист, на самом деле, некорректно использует в этом значении. Но народу похуй, когда народ ебали такие вещи. Люди хотят слышать текст, голос, и чтоб под ним что-нибудь ебошило. Вот здесь ебошит громко, а голоса че-то маловато. Непривычно, обычно у Пневмаслона по-другому. Вот конкретно на припеве голоса не хватает. Реально, голос как будто даже. В куплетах как будто позади инструментала звучит. То есть, да, тут очень активная ритм-секция. Такая панкуха прям. Дабл таймом идет ударка. Вдвое опережая темп композиции. И, ну, прям голосу тяжело. Это странно. Как бы звуковая картинка как будто перестроилась. То есть, у меня есть какое-то представление о том, как звучит группа Пневмаслон. И она звучит не так. Опять же, понимаете, это стебные песни, задача которых уходить в народ. А песни уходят в народ все-таки не благодаря панкотной долбежке. А они уходят в народ в основном благодаря веселым срочкам. В конкретном случае Пневмаслона. Это такие вот прям стебные, рифмованные анекдоты по факту. И я не все разбираю на слух. Это странно. Ну, то есть, это маскирует как бы сильные стороны проекта. Это не дает самой сильной стороне творчества группы раскрываться. Это странное решение очень. Месяц, да, как бы качает, да. Но, по-моему, Пневмаслон любит не за это. По-моему, это не самое сильное. Продворил ламинарию Что не день, то поедей, а я праздник, как хочу. Не везут в страну оленью, не плюет волшебничок. Что не день, то поедей, а я праздник, как хочу. Меня из развлечений только вечером дрочу. Ну, я даже хз. То есть, во-первых, мне кажется, что... Ну, это очень средненько. Я бы это себе в плейлист не кинул. Я бы себе это в плейлист не кинул, если бы я не знал, что это за группа. И тем более, я это не кинул, потому что я знаю группу Пневмаслон. Я знаю, что у них есть куча песен, которые мне нравятся гораздо больше. А это как-то никак. Но еще больше меня смущает то, что вы единогласно выбрали, что вот именно эту песню вы хотите послушать. То есть, остальные еще более спорные. Ну, то какое-то расстройство, если честно. Ну, это прям грустно выглядит. Давайте объясню, что я имею в виду, чтобы не быть голословным. Давайте что-нибудь из Тарок Невмаслона включу буквально вот на кусочек послушать. Тоже что-то мощное, кочевое, прям разъебистое такое. Я хочу в любое время года Я хочу, чтобы видела страна Я хочу, чтобы видела природа И чтобы видел даже космонавт Я хочу в любое время года Я хочу, чтобы видела страна Я хочу, чтобы видела природа И чтобы видел даже космонавт Как машем хуями алкогольной яме Машим вам хуями с алкогольной ямы Машим хуями в алкогольной яме Машим вам хуями с алкогольной ямы Вот с этой песни началось мое знакомство с группой Пневмослон. Вот когда они ток-ток появились. И вот тут все то, про что я говорю, как раз реализовано. Возвращаемся на сравнение сюда. Не понимаю. Не нравится. Не качает. Не привязывается. Не запоминается. То есть я когда услышал Машим хуями в алкогольной яме Это тупняк. Это прикольно. Но я понимал, что концерт такого это охерительно будет. Это будет просто энергетическая мясорубка. Я хочу на этот концерт. И на сравнении, ну а куда все проебалось? Оно звучит хуже, чем ранние их песни. Не то, что там по-другому вокал-позиционер, оно качественно хуже звучит. Это странно. Мне не нравится. При всей любви к группе Пневмослон. Я вот вначале рассыпался в комплиментах. До сих пор их дебютный альбом обожаю. Но серьезно. Спрашивают, можно название. Как ни странно, песня так и называется. Машим хуями в алкогольной яме. Вы удивитесь. И в целом, ну, огромное количество песен. Вот из раннего Пневмослона я прям нежно люблю. То есть пошло все в жопу, сяду на коня. Обожаю. Моя судьба хуячить топчик. Обожаю. Завод говнорог. Вообще в сердечке. Это колыбельное. Обожаю. Ебашу, как в последний раз. Вообще гимн моей жизни. Урановый леденец с говном напевает моя жена периодически. Чтобы вы понимали. 12 лет музыкального образования у человека. Периодически ходит по кухне. Качает на руках маленького ребенка. И напевает ром-пом-по-ром-пом-пом. Урановый леденец с говном. Потому что это стебно. Это классно. Это привязывается. А, и... Ты все же адовый адок. Замечательно есть песня о любви. У них на первом альбоме тоже советую. Вот послушайте радио пневма слона. А вот это я не понял. Че и зачем. А, вот. Да. Я теперь принцесса в трусах с Алиэкспресс. Я без бабы ее будал. Сто процентов. Надо послушать второй трек веселый. Послушай. Вот те, которые я порекомендовал. Они прям кайфовые. Под настроение. Я периодически напеваю про себя песню ленивое ебло. Когда я ощущаю себя героем этой песни. Прям советую. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok